Книга Ричарда Вумбрандт. Маркс и Сатана. Вторая глава. Против всех богов. Заголовок Сатана в семье Маркса. Против всех богов. Внимание привлекают некоторые загадочные отрывки из его переписки с отцом. Сын пишет. Завеса спала. Моя святая святых была опустошена. Необходимо было поместить туда новых богов. Эти слова были написаны 10 ноября 1837 года юношей, до этого исповедовавшим христианство. Ранее он заявлял, что в его сердце живет Христос. И вдруг все изменилось. Какие же новые боги заняли место Христа? Отец отвечал. Сноски к 17 странице. Первая. Собрание сочинений. Полное. Карл Маркс и Фридрих Энгерс. Карл Маркс. Из ранних произведений. Письмо к отцу в Тир. Берлин. Дитс. Верланд. 1974. 30 том. Лист 218. Вторая сноска. Генрих Маркс. Письмо Карлу Марксу. 10 февраля 1838 года. Страница 229. Отец отвечал. Я не настаивал на объяснении таинственного дела, которое кажется мне весьма сомнительным. Что это за таинственное дело? До сих пор ни один биограф не смог объяснить этот загадочный ответ. В своей книге «Портрет Маркса» Вернер Блумберг цитирует еще одно письмо отца-сыну, датированное 2 марта 1837 года. Твоя карьера, драгоценная надежда, что ты когда-нибудь прославишь свое имя, твое житейское благополучие. Все это не единственные желания моего сердца. Все это давние иллюзии. Однако могу заверить тебя, что осуществление этих иллюзий не могло бы сделать меня полностью счастливым. Только если сердце твое останется чистым, если каждое биение его будет подлинно человечным, и никакой демонический гений не в силах будет изгнать из твоего сердца высокие чувства. Только тогда я обрету то счастье мечтой, о котором живу уже многие годы. Что же заставило отца неожиданно выразить опасения о демоническом влиянии на сына юношу, до этого исповедовавшего христианство? Не стали ли причиной этого стихи, полученные от сына к его 55-летию? Следующая цитата, взятая из эпиграммы Макса на Гегеля. Я обучаю словам, перемешанным в дьявольском вихре. Каждый пусть их поймет, как ему любо понять. А вот текст другой эпиграммы на Гегеля. Потому что я нашел самое высокое, и потому что я постиг самое глубокое в медитации. Я велик, как Бог, я одеваюсь во тьму, как Он. Бог с маленькой буквы. Сноски на 18-й страницу книги. Третья. Генрих Маркс. Письмо Карлу Марксу от 2 марта 1737 года. Четвертая сноска. Там же лист 41-42 Гегеля-Пеграммы. И пятая сноска. Немецкая ежедневная газета. Западная Германия. 31 декабря 1982 года. В стихотворении «Бледная девушка» он писал. Утратил небо я, прекрасно знаю это. Моя душа, некогда верная Богу, предопределена для ада. Бог с большой буквы. Комментарии излишни. Маркс начал с честолюбивых литературных амбиций. Его стихи и драмы представляют интерес лишь для раскрытия его внутреннего мира. Однако, не обладающие литературными достоинствами, они не были признаны. Неудачи в живописи и архитектуре дали нам Гитлера, в драматургии Геббельса, министра пропаганды нацистов, в философии Розенберга, автора таких ключевых понятий нацистской идеологии, как расовая теория, окончательное решение еврейского вопроса, Гитлер также был поэтом. Весьма вероятно, что стихотворение Маркса он никогда не читал, но сходство их произведений поразительно. В своих стихах он упоминает те же сатанинские практики. Гитлер «Временами, соровыми ночами, иду я к дубу ватан в тихий сад, заключить союз силами тьмы. Свет луны падает на руны, которые еще днем купались в солнечном блеске. Они становятся все меньше под действием магического заклинания». Сноски к девятнадцатой странице. Шестая. Полное собрание сочинений Карла Марса и Фридриха Энгельса. «Карл Марс. Бледная девушка». Берлин. Дитс. Верланд. 1974-30 том. Листы. 55-57 и 7. Мюллерн. Шенхаузен. Разгадка. Загадки. Адольф Гитлер. Ватан. Бог германской языческой мифологии. Руны. Древнегерманские письменные знаки. Гитлер быстро забросил поэтическую карьеру. Как и Маркс. Который променял ее на карьеру революционеру, которую он строил во имя сатаны. И во вред обществу. Не оценившему его поэзию. Это и могло быть одним из мотивов его бунта против всех и вся. А еще одним. Презрение, которое он испытывал со стороны окружающих. Будучи евреем. Через два года после того, как отец выразил свою обеспокоенность влиянием магии на сына, в 1839 году молодой Маркс написал докторскую диссертацию «Различие между натур-философией Демокрита и натур-философией Эпикура», в предисловии которой он поддержал заявление эсхиловского Прометея. Цитата. По правде всех богов я ненавижу. Это заявление он подкрепляет словами, что он против всех богов на земле и на небесах, не признающих за высшее божество человеческое самосознание. Маркс был заклятым врагом всех богов, человеком, купившим меч у князя тьмы ценой своей души. Он объявил своей целью увлечь человечество в бездну и самому, смеясь, последовать туда за ним. Действительно ли Маркс купил меч у сатаны? Элеонора, дочь Карла, написала книгу под названием «Мавр и генерал. Воспоминания о Марксе и Энгельсе», в которой она повествует о том, что в детстве Маркс рассказывал ей и ее сестре много историй. Одна из них, наиболее запомнившаяся, была о некоем Гансе Рекле. Сноски к 20-й странице, 8-я. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, полное собрание сочинений. Карл Маркс, различия между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Пикура. Берлин, Дитс Верланд, 1974, том 3, лист 10. История о Гансе Рекле. Эта история рассказывалась много месяцев и никогда не заканчивалась. Ганс Рекле был волшебником, у которого был игрушечный магазин и куча долгов. И хотя он был волшебником, он постоянно нуждался в деньгах. Поэтому, вопреки своему желанию, он вынужден был продавать одну за другой свои прекрасные игрушки дьяволу. Некоторые истории были столь ужасны, что у нас волосы поднимались дыбом на голове. Нормально ли, чтобы отец рассказывал маленьким детям столь ужасные истории о продаже самых дорогих сердцу сокровищ сатане? В своей книге «Карм Марс» Роберт Пейн подробно пересказывает, так же со слов Элеоноры, как несчастный волшебник Рекле неохотно продавал свои игрушки, удерживая их до последней минуты. Но поскольку он заключил с дьяволом сделку, он не мог этого избежать. Биограф Марса комментирует, едва ли можно сомневаться в том, что эти несовершенные истории имели автобиографический характер. Он обладал сатанинскими убеждениями и таким же коварством. Порой казалось, что он осознает, что совершает работу дьявола, работая над Оланем и другими своими ранними произведениями, в которых Марс признавался в том, что заключил сделку с сатаной, он не думал о социализме. Он даже боролся против него. Марс был редактором немецкого издания «Раинская газета», цитата, которая не признает даже теоретической реальности за коммунистическими идеями в их нынешней форме, а следовательно, еще менее может желать их практического осуществления или же хотя бы считать его возможным. По-настоящему опасны не практические опыты, а теоретическое обоснование коммунистических идей, ведь на практические опыты, если они будут массовыми, можно ответить пушками, как только они станут опасными, писала это издание, сноски к 21-й странице. 9. Женни фон Вестфален, Мавр и генерал воспоминаний о Марсе Энгельсе, страница 273-274, Берлин, Дитс Верланд, 1964 год. 10. Роберт Пейн, там же, с 317-й страницей, и 11-я, там же, и 12-я, Кармас и Фридрих Энгельс, полное собрание сочинений, Кармаркс, Рейнская газета, Коммунизм и Аутбургская всеобщая газета, Берлин, Дитс Верланд, 1974, первый тон, страница 263-я. 10. Заголовок «Маркс свергнет Бога с небесного престола». 11. Достигнут такого мышления, Маркс знакомится с Моисеем Гессом, человеком, сыгравшим крайне важную роль в его жизни и поспособствовавшим принятию им социалистических идеалов. 12. В письме к Бертольду Ауэрхабаху Гесс характеризует Маркса как величайшего, быть может, единственного теперь философа. 12. Цитирует «Доктор Маркс, так называется мой кумир», пишет он, «еще совсем молодой человек, самое большое, около 24 лет, он нанесет окончательный удар средневековой религии и философии». 12. Значит, первая цель – удар по религии, а не социализм. 13. Георг Юнг, друг Маркса, в 1841 году пишет письмо Арнольду Руге, в котором выражается еще более ясно, «Маркс непременно свергнет Бога с небесного престола, а потом еще подаст на него в суд». 14. Маркс называет христианство одной из самых аморальных религий. 15. Неудивительно, что Маркс верил в то, что ранние христиане убивали людей и ели их плоть. 15. Выходит, таковы были надежды тех, кто посвящал Маркса в глубины сатанизма. 16. Совсем невероятно считать, будто Маркс служил высоким идеалом социализма и, желая избавить человечество, рассматривал религию как препятствие в реализации этих идеалов. 16. По этой причине, заняв антирелигиозную позицию, напротив, Маркс ненавидел любые представления о Боге или Богах. 17. Еще до того, как Маркс принял идеи социализма, которые впоследствии стали лишь прикрытием, привлекающим пролетариев и интеллектуалов, к принятию этого дьявольского сценария, он решил стать человеком, который изгонит Бога. 17. Ссылки на 22-ю страницу. 13. Мозес Гесс. Письмо к Бертольду Ауэрбаху от 2 сентября 1741 горла. Кармакс и Фридрих Эмгельс. Полное собрание сочинений. 14. Диорг Юнг. Письмо к Арнольду Руге от 18 июля 1841 года. Кармакс и Фридрих Эмгельс. Полное собрание сочинений. 14. Лист 261-262. 14. Принимая во внимание, что социалиста, вся так называемая история мира означает ничто другое, как создание человека через человеческий труд и развитие природы для человека, он тем самым владает бесспорным доказательством того, что и родился он сам от себя. 15. Критика религии заканчивается учением, что человек является высшим существом. 16. Если существование создателя отрицает, тогда некому и устанавливать заповеди, и человеку некому подчиниться. 16. Маркс говорит, коммунисты не проповедуют мораль. 17. Когда в первые годы своего существования советская власть провозгласила «Изгоним капиталистов с земли, а Бога с небес», они просто исполняли заветы Карла Маркса. 17. Одной из особенностей черной магии, как я уже упоминал, является инверсия. 18. Это явление насквозь пронизывает мышление Маркса и широко используется в его трудах. 18. На книгу Прудона «Философия нищеты» он ответил книгой «Нищета философии». 18. Он писал, цитата, «Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием. 19. Материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой, но и теория становится материальной силой, как только она овладевает массами». 20. А вот еще несколько примеров применения инверсии в работах Маркса. 21. Не будем искать секрет евреев в их религии. 22. Напротив, попробуем найти секрет религии в реальных евреях. 22. Лютер разбил веру в авторитет, восстановив авторитет веры. 23. Он превратил попов в мирян, превратив мирян в попов. 23. Сноски на 23-ю страницу. 15. Карл Маркс. Критики гегеревской философии и право введения. Том 1. 614. 16. Карл Маркс и Фридрих Энгис. Полное собрание сочинений. Том 1. Лист 372. И там же страница 386. Маркс применяет этот метод во многих своих трудах. Он обладает так называемым типичным сатанинским стилем. Во времена Марса мужчины обычно носили бороду, но не такую, как у него, и не отращивали длинных волос. Такой облик характерен для последователей учения Джоанны Стоуткотт, сатанинской жрицы, заявлявшей, что она находилась в связи с демоном в селах. Любопытно, что спустя 60 лет после ее смерти в 1814 году, цитата, группе последователей Стоуткотт, в чатам, действовавшей в 19 веке, примкнул солдат Джеймс Уайт, который после окончания службы в Индии принял руководство местной сектой для дальнейшего развития учения Джоанны с коммунистическим уклоном. Сам Марс не часто говорил о метафизике во всеуслышание, однако мы можем подчеркнуть сведения о его взглядах у тех, с кем он общался. Одним из его товарищей по первому интернационалу был Михаил Бакунин, русский анархист, который писал, цитаты, Бог именно и есть нелепость. Теология, которая обладает привилегией нелепости, ставит над бессмертными и, следовательно, бесконечными человеческими душами высшую абсолютную бесконечность Бога. Но чтобы внести поправку к себе самой, она создала фикцию сатаны, представляющего собой настоящий бунт бесконечного существа против существования абсолютной бесконечности, против Бога. Бог хотел, чтобы человек, лишенный самосознания, оставался вечно животным, ползающим на четвереньках перед вечным Богом, его создателем и господином. Но вот появляется сатана, вечный бунтовщик, первый свободный мыслитель и энсипатор миров. Он пристыдил человека за его невежество и скотскую покорность. Он эмансипировал его и наложил на его лоб печать свободы и человечности, толкая его к непослушанию и вкушению плодознания. Это прежде всего бунт против тирании высшего призрака, теологии против Бога. Очевидно, что пока у нас будет Господин на небе, мы будем рабами на земле. Наш разум и наша воля будут одинаково соединены к нулю. Пока мы будем верить, что мы обязаны ему абсолютным повиновением, мы должны будем пассивно и без малейшей критики подчиняться святому авторитету его посредников. Но авторитет есть отрицание свободы. Бог, или скорее фикция Бога, есть, следовательно, освящение и интеллектуальная и моральная причина всякого рабства на земле. И свобода людей будет полной лишь тогда, когда она совершенно уничтожит гибельную фикцию небесного владыки. Иегова, несомненно, самый ревнивый, самый тщеславный, самый жестокий, самый несправедливый, самый кровожадный, самый большой деспот и самый сильный враг человеческого достоинства. И свободы, и всех богов, какому когда-либо поклонялись люди. С Новских, 24-й страницы, 18-я. Ганс энд Сенсберг, Беседы Марса с Энгельсом, 1973-й год. Франкфурт на Мани, Инзел Верунд, 17-й. И Джеймс Хейстинг с Энциклопедии религии и этики. Нью-Йорк, 1921-й, 11-й тонн, лист 756-й. И сноски на 25-ю страницу, 20-я. Михаил Бакунин, бог и государство, также Нью-Йорк, 1970-й год, лист 112-й. Роман Гуль, Держинский, Париж, 1936-й год, страница 81-я. На русском языке издание. Бакунин не только восхваляет Люцифера, он создает свою программу революции. Однако не для того, чтобы освободить бедных от угнетения. Он пишет, этой революции нам придется разбудить в народе дьявола, чтобы возбудить в нем самые низкие страсти. Наша миссия состоит в том, чтобы разрушить, а не строить. Страсть разрушения – это творческая страсть. Такого же мнения был и Сергей Нечаев. По этому же принципу позже, в 1917 году, действовал и Феликс Держинский. Вот что пишет о нем Роман Гуль в книге Держинский. «Я целый год носился с тем, что Бога нет, и всем это горячо доказывал». Вот именно на доказательство этим, на агитацию всех, на подчинение всех расходу от себя этот фанатический юноша. И разрушение всего, что не есть, то, во что верует Феликс Держинский, было всегда его единственной страстью. Держинский занес над Россией меч революции, в кавычках. Число погибших от коммунистического террора превзошло и якобинцев, и испанскую инквизицию, и терроры всех реакций. Далее автор приводит стих чекиста Эйдука, называя его заплечных дел мастером, одного из тех, в ком так успешно удалось разбудить дьявола. «Нет больше радости, нет лучших музык, как хруст, ломаемый в жизни и костей. Вот отчего, когда томятся наши взоры, и начинает бурно страсть в груди вскипать, черкнуть мне хочется на вашем приговоре одно бестрепетное – к стенке расстрелять». Однако же вернемся к Карлу Марксу вместе с Бакуниным, создавшему первый интернационал и поддержавшему его странную программу. В манифесте Коммунистической партии, произведения Маркса и Энгельса, они пишут, что «Пролетарий видит в законе, морали и религии множество мещанских недостатков, за которыми таится такое же количество мещанских интересов». Бакунин пишет, что Прудон, еще один известный социалист и друг Карла Маркса, также поклонялся сатане. С Прудоном, у которого была такая же характерная прическа, как и у всех последователей секты Джанны Стоуткот, Маркса познакомил Гесс. В своем произведении о правосудии в революции церкви Прудон заявляет, что Бог – прототип несправедливости. Сноска к 26-й странице, номер 22. Ганс Энценсбергер. Беседы Марса с Энгельсом. Лист 407. «Вопреки ему мы овладеваем знанием, достигаем благополучия и союза в каждый шаг вперед, это победа над божеством». Прудон восклицает цитата. «Бог по своей сущности противник культуры, противник свободы, противник человека». «Прудон заявляет, что Бог – зло, потому что человек его творение насквозь порочен. Подобные мысли им не оригинальны. Они составляют обычное содержание проповедей в культе сатаны». Позднее Маркс посолился с Прудоном и написал книгу в опровержении его философии нищеты, из которой взяты выше проведенные цитаты. Однако полемизировал Маркс исключительно с наименее важными экономическими аспектами его взглядов, не противясь демоническому бунту Прудона против Бога. Генрих Гейни, известный немецкий поэт, был третьим доверенным лицом Маркса. Он также был последователем культа сатаны. Гейни писал «Я дьявола позвал, он явился в мой дом, и право же многим меня изумил. Он вовсе не глуп, не уродлив, не хром, напротив, изящен, любезен и мил. Мужчина, как говорится, в рассвете». Сноски к 27-й странице, 23-я сноска, Пьер, Жосеф Прудон, «Философия нищеты», Париж, 1964-й, страница 199-200, 24-я сноска, там же 200-201, 25-я сноска, Пол Гарнс, «История дьявола». Цитата. «Маркс был почитателем Генриха Гейни. Их связь была тесной и сердечной». Почему Марксу так импонировал Гейни? Быть может, из-за его сатанинских взглядов? Цитата. «Я желал бы иметь перед домом моим пару красивых деревьев, и Бог, и если Бог хочет моё счастье сделать совершенно, он доставит мне удовольствие увидеть на этих деревьях вздёрнутыми шестерых-семерых моих врагов. Сочувствующим сердцем я готов тогда после их смерти простить и всё зло, что они сделали мне при жизни. Да, мы должны прощать врагам нашим, но не прежде, чем они окажутся на виселице. «Я не злопамятен. Я хотел бы любить моих врагов, но не могу любить их, не излив на них мести. Только тогда моё сердце откроется для них. Горечь остаётся в сердце, пока мы не отомщены». Какой порядочный человек захочет иметь друга, рассуждающего таким образом. Однако Маркс мыслил так, как мыслило его окружение. Анатолий Луначарский, известный философ и первый нарком просвещения Советской Республики, писал в «Социализме и религии», что Маркс пресекал малейший контакт с Богом и ставил во главе марширующих колонн пролетариата – сатану. Здесь крайне важно особенно подчеркнуть, что Маркс и его соратники, будучи богоборцами, не были атеистами в том смысле, в каком видят себя современные марксисты. То есть, отвергая Бога, они ненавидели того, в существовании никого не сомневались. Они бросили вызов не существованию Бога, а его верховной власти. Когда в 1871 году в Париже разразилась революция, один из руководителей парижской коммуны, Гюстеф Флоренс, заявил, «Наш враг Бог, ненависть к Богу, начало мудрости». Сноски к 28-й странице. 26-я. Генрих Гений. Сочинение. 1-й том. Лист. 64-й. Чарльз Бойер. Философия коммунизма. Политический атеизм коммунизма. Игина Джордани. Нью-Йорк. 1952-й. Лист. 34-й. Маркс высоко оценивал коммунаров, открыто исповедующих эту идею. Однако, какое отношение к Богу имеет ненависть к более справедливому распределению материальных благ или улучшению социального строя? Они лишь внешние атрибуты, необходимые для сокрытия истинной цели коммунизма. Полного искоренения веры в Бога и поклонения Ему. Заголок Маркс и его сатанинские стихи. В стихах Маркса «Молитва разочарованного и человеческая гордость» выше, о чем молится человек, его собственное величие. И если даже из-за этого ему суждено погибнуть, он умрет, как богоподобное существо, оплакиваемое бесами. Баллада Маркса «Скрепач» является собой жалобу певца на Бога, который не понимает и не признает его искусство. Министрель достает меч и вонзает его в душу поэта. Искусство, вышедшее из темной бездны ада, в кавычках «действует демонически на умы и околдовые сердца», а его танец – это танец смерти. Вспоминаются слова американского революционера Джерри Рубина из его книги «Действуй». Мы смешали молодость, музыку, секс, наркотики и дух бунтарства с предательством, и такое сочетание трудно преодолеть. Конец цитаты. Это стихотворение «Человеческая гордость», в котором Марс открыто признается, что его цель не улучшение, реформирование или революционное преобразование мира, а разрушение мира и радость, которую он испытывает от этого, содержит следующие строки. С презрением, закованную в лату рукою, я врежу миру в лицо и увижу крушение этого гигантского карлика, чье падение не угасит моего пыла. Богоподобно я смогу ходить победоносно по руинам разрушенного царства. Каждое мое слово – пекло и раздор, и почувствую себя равным создателю сноски на 29-ю страницу книги. 28-я, Карл Макс Скрипач, страницы 57, 58 и 29-я, Джерри Рубин, «Действуй», Нью-Йорк, 1970 год, страница 249-я. Макс принял сатанизм после напряженной внутренней борьбы. В это время он пишет о своей, цитата, «досаде на то, что вынужден делать идола из того, что он презирает. Ему дурно», в кавычках, цитата закончена. Главная причина обращения Марса к коммунизму ясно видна из цитированного уже письма его друга Георга Юнга, Карнольду Руга. «Неосвобождение пролетиата было этой причиной и нежелание утвердить лучший общественный порядок». Юнг пишет, цитата, «если Маркс, Бауэр и Фейербах соединятся, чтобы основать богословско-политический журнал, Богу лучше окружить себя всеми ангелами и начать оплаковать себя, потому что эта троица непременно свергнет его с небес». «Бог и обращение к Богу с большой буквы». Конец цитаты. Были ли эти поэмы единственными сатанистскими письменами Марса, мы этого не знаем, потому что большая часть его произведений недоступна широкому читателю. В своей книге «Бунстующий человек» Альбер Камю писал, что 30 томов произведений Марса и Энгельса так и не были опубликованы. Он предполагает, что эти издания, как это и можно было ожидать, не имеют ничего общего с марксизмом. Прочтя этот фрагмент в его работе, я попросил одну из моих секретарей написать письмо в институт Марса и Энгельса Ленина Сталина с просьбой объяснить утверждение французского писателя. С Новских, 30 страница. 30-я. Карл Маркс «Силовическая гордость» из полного собрания сочинений Карла Марса и Фридриха Энгельса. Берлин, 1974, 1 том, лист 50-й. Карл Маркс «Письмо отцу» от 10 ноября 1837 года. Страница 219. И Георг Юнг «Письмо Арнольду Руга» от 18 октября 1741 года. Страница 261-261. Мне ответил заместитель директора института профессор Мчедлов. Сначала заявив, что Камю лжет, он тут же косвенно подтвердил его слова, написав далее, что из 100 томов издано только 13. Поэтому он предложил нелепое оправдание. Вторая мировая война вызвала необходимость в издании других работ. Письмо было написано в 1980 году, через 35 лет после окончания войны. А государственное издательство Советского Союза, несомненно, располагало достаточными средствами. Из этого ответа становится понятно, что коммунисты Советского Союза, обладая рукописями всех 100 томов, опубликовали лишь малую их часть. И новое объяснение этому, кроме того, что большинство идей Маркса необходимо держать в тайне, быть не может. Разбитая личная жизнь Маркса. У всех активных сатанистов беспорядочная личная жизнь. И Маркс не был исключением. Арнольд Кюнцель в своей книге «Маркс. Психография» пишет, что трое младших детей Маркса умерли от голода и истощения. Он также был виновником самоубийства двух своих дочерей и зятя. Его дочь Лаура, жена социалиста Лафарго, тоже похоронила троих своих детей и вместе с мужем покончила жизнь самоубийством. Другая дочь Элеонора решила вместе с мужем сделать то же, но тот в последнюю минуту отказался. Умерла только она. Маркс не считал себя обязанным работать для материального обеспечения семьи, хотя легко мог бы делать это уже благодаря своему превосходству знания языков. Он жил на подачке Энгельса. У него был по крайней мере один незаконорожденный ребенок от служанки Хелен Демут. Позднее он приписал его Энгельсу, который согласился участвовать в этой комедии и даже оплачивал его проживание в приемной семье. Маркс много пил. Давид Рязанов, основатель и первого руководителя Института Маркса и Энгельса в Москве, подтверждает это в своей книге «Карм Маркс. Революционер. Мыслитель. Человек». Элеонора была любимицей Маркса. Он звал ее Тусси и часто говорил «Тусси, это я». Что-то надорвалось с ней, когда от Энгельса, лежавшего при смерти, она узнала об скандале с незаконорожденным ребенком отца. Примечательно, что в манифесте Коммунистической партии Маркс ругал капиталистов, цитата, к услугам которых предоставляются жены и дочери пролетариев, в то время как сам для блуда пользовался своей прислугой. В жизни Маркса, великого революционера, есть еще одно большое пятно. Немецкая газета «Рейхсруф» от 9 января 1960 года опубликовала статью о том, что австрийский канцлер Рабе передал тогдашнему главе Коммунистической партии СССР Никите Крущеву оригинал письма Карла Маркса. Это письмо вызвало огромный скандал, поскольку было вещественным доказательством того, что Маркс был шпиком, подкупленным австрийской полицией, который выдавал ей революционеров. Письмо было случайно обнаружено в тайных архивах. В нем нашлись подтверждения и того, что Маркс также служил информатором во время эмиграции в Лондоне и писал доносы на своих товарищей. За каждый донос он получал 40 марок. Он доносил на революционеров, находившихся в эмиграции в Лондоне, Париже и Швейцарии. Одним из тех, за кем Маркс следил по поручению полиции, был Арнольд Руге, считавший себя его близким другом. Существует много писем, доказывающих их теплые отношения. Рольф Хойер в книге «Гений и богатство» описывает расточительный образ жизни Маркса. Будучи студентом, в Берлине сынок получал от папы карманных денег 700 таллеров в год. Эта сумма была колоссальной, ибо в то время только 5% населения Германии зарабатывало более 300 таллеров в год. Сноска на 32-ю страницу, номер 34. Давид Рязанов, Карм Маркс, революционер, мыслитель, человек. Нью-Йорк, 1927 год. За годы дружбы с Энгельсом, только от него Маркс получил более 6 миллионов французских франков. По сведениям института Маркса и Энгельса в Москве. Несмотря на это, Маркс постоянно пребывал в погоне за наследством. В то время, как один из дяди его жены находился на смертном одре, Маркс писал, «Если собака сдохнет, я вылезу из нищеты». На что Энгельс отвечал ему, «Поздравляю тебя с болезнью, мешающего тебе получить наследство, и надеюсь, что катастрофа не замедлит». Наконец, в кавычках собака сдохла. 8 марта 1855 года Маркс пишет, «Счастливое событие! Вчера нам сообщили о смерти 90-летнего дяди моей жены. Весьма радостное событие. Моя жена получит 100 фунтов стерлингов. Могло бы быть и больше, если бы старый пёс, в кавычках, не оставил часть денег своей экономке». Цитата закончена. «Даже к близким, родным Маркс питал чувства не намного нежнее, чем к дяде жены. В зрелости он совсем не общался с матерью. В декабре 1864 года он писал Энгельсу». Цитата. «Два часа того назад пришла телеграмма, сообщавшая мне, что моя мать умерла. Судьбой было предназначено взять из жизни члена нашей семьи. Я был одной ногой уже в могиле, но при нынешних обстоятельствах не могу быть более полезным, чем эта старуха. Я спешу в три за наследством». Сноски на 33-ю страницу. Рольф Хойер. «Гения и богатства». Вена, 1971, лист страницы 167-168, 36-я сноска. Полное собрание сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Карл Маркс. Письмо Фридриху Энгельсу о 27 февраля 1752 года. Берлин, 1974 год, 10-й том и 18-й, лист 30-й. 37-я сноска. Фридрих Энгельс. Письмо Карлу Марксу о 2 марта 1852 года. Полное собрание сочинений. Лист 33-й, там же. И 38-й, там же, письмо Карлу Марксу Фридриху Энгельсу от 8 марта 1855 года. Лист 438-й. Это все, что он мог сказать по поводу смерти матери. Кроме всего прочего, супружеская жизнь Маркса оставляла желать лучшего. Жена два раза уходила от него. Но каждый раз снова возвращалась. Он же при этом даже не явился на ее похороны. Всегда нуждавшийся в средствах, великий экономист и автор капитала, Маркс сам потерял огромное количество денег на бирже. Маркс был интеллектуалом высокого уровня, как и Энгельс. Однако их переписка полна непристойностей, не характерных для представителей их класса общества. Их речи забилуют нецензурными словами. В их переписке не найти ни одного письма, в котором слышался бы голос, провозглашающий гуманистические и социалистические ценности. Поскольку деятельность сатанинской секты крайне секретна, мы располагаем лишь информацией о возможных связях с ней Маркса. Однако его беспорядочная жизнь, несомненно, является важным звеном в цепи уже рассматриваемых фактов. Сноску на 34-ю страницу номер 39. Полное собрание сочинений. Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Карл Маркс. Письмо Фридриху Энгельсу 2 декабря 1863 года. 30-й том. Страница 376. Конец 2-й главы.